всем доброе утро сегодня хотел бы с вами поговорить на такую тему значит как собственно можно развиваться в такси даже когда нет заказов да там как бы их мало ты работаешь как бы пылесос из на всех службах всевозможных которые там у тебя есть и подключен пытаясь взять хоть какие-то заказы это вот как в карантин да ну во первых тут ты начинаешь как бы уже думать и где тебе стоять в первую очередь где нужно стать там где у тебя ты думаешь будет заказ придет то есть ты уже не становишься где попало да то есть как бы и так добьет там до тебя ты возьмешь заказе к ты уже думаешь может возле какого-то там терция стать до поблизости как бы потому что там люди крутятся может там работать что-то например я выяснил что в караване работает значит компе если я не ошибаюсь там магазинчик этом оптика еще что-то да и люди получается едут туда а сейчас комфи делает там акции на телевизоры то есть я уже вез оттуда плазмочку сиомерскую 42 дюймовую я подвозил оттуда людей которые покупают там очки линзы там 5 10 но и те которые собственно приезжают туда и не понимают закрыто не закрыто и думать то проверю обратно как бы ехать уже так скажем впадло и они вызывают такси плюс ко всему там как бы рашеновский есть магазинчик люди заходят туда чисто так там что-то купить потом покупать к примеру тортик и думаю это надо довести его чтоб целости и сохранности он так скажем был рядом эпицентр магазин опять же в пицце с эпицентра отстреляли заказики да там ребятки видимо пока дома пользуются моментом и покупают покупали там от уэсби порезали маник видно какие-то там полочки дома что-то такое там мастерили ну как то так то есть там хоть какое-то движение есть но таксистов там стало в разы меньше то есть если раньше опять же как проверить ты берешь скачиваешь приложение там тот же яндекс uber и там где ты заказать должен себе такси то есть пользовательская да и пытаешься как бы заказать и смотришь сколько там стоит машин то есть и раньше там стояла очень много машин то теперь там стоит очень мало машин потому что все таксисты понимать что там ловить нечего поэтому там 90 процентов машине стоит те кто стоит у тех как бы иногда стреляет заказы кито есть ты получаешь этом про практически самой первой очереди как бы вот такой лайфхак значит второе ты время появляется начинаешь как бы думать где стать южный вокзал там но это отпадать я думаю плюс-минус так далее и тому подобное то есть становишься где то есть пытайся там стал вроде бы разница там 50 метров ты переезжаешь ближе к какому-то там супермаркету где продается еда раз оттуда стреляет какой-то заказе либо же тебе надо возле новой почты стоять вот кстати сейчас новая тема но возле новой почты можно остановиться особенно возле грузовых отделений да где большие там отправки идут вот девочки там посылки 4 там торбы такие отправляли огромных то есть они их возили они не знали какую новую почту им вести то есть там не принимают здесь принимают и так далее то есть можно стать там где-то то есть классическая схема она уже не работать что ты едешь стал без ряд ну иногда работает но не всегда и тебе однозначно там придет заказы все можно сказать про маски основная масса людей кстати посмотрите какая у меня футболочка тут таксист такой грубо говоря волчара в кепочке оля 90 классическая схема она не работает уже то есть ты ехал ехал стал где-то там захотел и так далее редко когда работает то есть и надо понимать нужно становиться там где ты хоть какой-то заказ свой уже не будет так как раньше какие еще заметил я нюансы ну во первых лучше стоять не в центре в центре вообще глушняк делать там нечего лучше стать где-то в жилом районе если ты стоишь центре старайтесь оттуда переехать если стоите опять же в центре города станьте где-нибудь возле каких-нибудь больниц там хоть какое-то движение да есть кто-то куда-то едет и так далее тому подобное я думаю возле гостиниц возле такого чего-то там стоять смысла нету как раньше такие собственно нюансики возле институтов как там становились за что там студенты сейчас студенты не учатся какие студенты там кафешки которые по закрыты но мои такие наблюдения еще до могу вам сказать чем ближе к одиннадцатому числу то есть одиннадцатого ряд будет послабление карантина открывают там спортзал и еще что-то да там 5 10 там какие-то может кафе которые на улице открыты еще что-то на магазинчики тем меньше люди ездят я не знаю с чем это связано но мои предположения такие же люди просто напросто нету денег либо же они ждут до связи ребятки и обеденный перерыв у меня ребятки и сегодня я хочу показать значит все решил похавать собственно вот буфетовская пицца взял курицу на нас половинку взял половинку фирменной как можете увидеть на так чтобы не вывернуть о научился вам показывать это такие одни из любимых моих пиц показалось закрыты было принято решение отъедаться вот так более-менее вес поддерживать но худеть к сожалению не получается потому что работы нету моральное состояние такое себе плюс как бы надо себя хоть чем-то побаловать по цене значит получилось что-то там а пятьдесят девять гривен две половинки но этого в принципе хватает на если я вам скажу так довольно таки поднять настроение в общем не приятного аппетита по но ехать давайте ребятки до новых встреч ребятушки давайте все там подсуммируем по сегодняшнему дню ну значит из прикольного это тоже как бы яндекс подзаглючила и собственно он не берет комиссию за свои заказы потом все такого интересного значит на барике какой-то вообще на барабашова то есть до рынок огромный в есть такой движ просто нереальный там какой-то движ париж я не знаю полиции огромнейшее количество там и воронки вот эти автобусы микроавтобусы эти железными бамперами потом обычные тачки там их не джипчики эти полиции так просто пеше нереальное количество и пробка соответствующие так огромная как бы было да чем это связано непонятно да как то так на московском проспекте тоже пробка сумасшедшая значит там где-то номера 50 и так далее этому ну кто харьковский тот понимает да с чем это связано фигу знает только что арабам сигналил думал они ко мне оказывается ко мне индусы садили голоса-то интонации похоже ну как для меня да ну ладно что сели поехали расплатились все окей как-то так вот что интересного заказов такое вообще не жир сегодня и даже не средничок то есть есть время по записывать вам видосики собственно вот про кофе могу рассказать да вот такой вот кофеечек мне кстати нравится ватике вот этот кофе потому что тут стаканчик такой видите его удобно брать когда он горячий но прикол в том что у меня не особо кофе вкусно еще она зерновое и прикалывают меня два момента в общем первый момент эти атики есть стоят поблизу зикули ничейки сета и так далее вот и подходишь туда и говоришь то мне кофе там американо да на тебя смотрят таким взглядом типа ну что ты бы скотина пришел сюда это кофе покупать откуда ты типа взялся они или не хотят его продавать я не могу понять или что это у них за такой интересный прикол но они так тебя встречают как будто ты их не какой-то должник и вообще мне они бы не хотели те кофе продавать вот это 50 процентов таких киосков я не знаю чем это связано но как-то так и значит второй нюанс то что у них 11 гривен примеру стоит обычная американа и 12 гривен стоит американо со сливками вот со сливками как не спросишь нету нигде этих сливок мне попалось только по всему городу харькову две атики две атики в которых собственно были эти сливки и кофе обалденно ну не знаю как но мне как бы нравится со сливками вот как бы такие новости короче ребятушки сегодня барабашова решила хайпануть по полной мало того что там с утра и днем была куча полиции куча людей как бы непонятное движение я вообще в шоке там столько было машин столько там всего так еще ко всему когда пошел дождь ливневки там похоже все позасраны ничего нигде не стекает в общем затопило барабашку крепко я вам сейчас видосики тут еще подобавляю как люди там ездили в общем там трэш нереальный просто происходил затопило конкретно там по капоту воды было но как-то так я не знаю как целесообразно это барабашова не целесообразно нужен нам такой рынок в харькове не нужен вообще но дорога нужна я считаю однозначно это по-любому потому что сегодня вот людишки проснулись и начали как бы ездить повеселее да но пробки как бы колоссальные начинаются до потихонечку вот посмотрите как там собственно все затопило рынок нужен но он нужен нам прежний я считаю но по крайней мере я бы хотел что там чеки давали так далее как люди пишут в общем смотрите видосики этом по добавляю все подписывайтесь на канал смотрите другие мои видео с вами снова харьков на связи пока пока а я не полно где а и и в и в и в в в в в в Продолжение следует...